Добрый день! В прямом эфире Вести Ульяновской в студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Передовые технологии в животноводстве. Село Озерки скоро станет известно новым предприятиям. Развел мусор, заплати штраф 300 тысяч. Пришлось выложить за стихийную свалку хозяину сельхозземель. Уникальная экспериментальная площадка в 42-й школе. Об инклюзивном образовании расскажет Елена Гончарова. В областном правительстве вновь занимались вопросами продовольственной безопасности. Фоном совещания стало посещение строящегося животноводческого комплекса в селе Озерки. Новое предприятие активно применяет передовые технологии. Подробности у Эдуарда Истомина. В селе Озерки завершается строительство животноводческого комплекса. Два коровника почти достроены. Рабочий доделывает крышу, пол и окна. Работы достаточно, но уже сейчас на предприятии смонтировано новое оборудование. Причем компьютерное. Оно нажимает на кнопку и животное, там, селекционное зоно, наоборот, оно не пускает по общей стадо, а открывает, разносилекцию или осменяет, или лечит, или вакцинирует. А это высокотехнологичный доильный зал. Благодаря ему можно одновременно доить почти 40 коров. Порода буренок – галштинская черно-пестрая. Численность общего стада доведут до 1200 дойных голов. Инвестиции окупятся за 2-3 года. Грубо говоря, за 3 года 150 миллионов. В этом году в области неплохой урожай подсолнуха и свеклы. Аграрии взяли курс на интенсивное развитие производства. Как результат перекрыты рекорды советской эпохи. Допустим, 20 лет назад мы собирали 160-180 тысяч тонн сахарной свеклы в общем объеме в Ульяновской области. То сейчас мы собираем 400-500 тысяч тонн и перерабатываем на том же заводе, который тоже был модернизирован, усовершенствован. И ежегодно в этот завод вкладываются деньги. На совещании в «Озерках» обсудили и другие показатели в аграрном секторе. В ряде районов была засуха, но благодаря агротехнологиям область собрала 900 тысяч тонн зерна. Выполнение всех элементов технологий, в том числе защиты от сорняков, вредителей и болезней в комплексе с антистрессовыми препаратами позволили сохранить растения до выпадения осадков. Губернатор Сергей Морозов потребовал от фермеров чаще обращаться к науке. Многие аграрии пренебрегают этим и по гектарной субсидии от региона не дают желаемого эффекта. Но деньги в пустую область тратить не позволит. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Чердокринского района. Не было бы счастья, да несчастье помогло. На Краснопролетарской 18 после пожара всерьез занялись электропроводкой. Именно она послужила причиной возгорания. В тот вечер из горящего здания пожарные эвакуировали 28 человек. А хозяйку комнаты, где полыхнуло, госпитализировали в ожоговое отделение. Сейчас ее жилище ремонтирует управляющая компания при содействии администрации Заволжского района. На сегодняшний день ведутся работы по полной замене электрочитовой. Потому что, к сожалению, электрочитовая находилась достаточно, скажем так, уже в таком ветхом состоянии. Что и привело к пожару комнат номер 5 по улице Краснопролетарской 18. Сегодня силами администрации и бизнес Заволжского района установлена дверь, железная дверь, металлическая. Завтра будет установлен стеклопакет. В ближайшее время, буквально до понедельника, мы установим радиаторы топления. И восстановлен, соответственно, унитаз. Хозяйка пострадавшей комнаты до сих пор находится в больнице. А ее несовершеннолетней дочери заботятся соседи и родственники. Погорельцев, которым не удалось спасти ни документы, ни вещи, в беде не оставили. Дмитрий Хасянович, большое вам спасибо. Да, мне говорили, что все вот эти, которые вы в помощи, это все идет от вас. Я очень благодарна вам. Очень. Я Наталье Юрьевне благодарна, когда она мою дочку повела что-то купить, одеть. Отечке очень все хорошо подошло. Я очень счастлива за нее. За тех людей, которые не отказались помощи, не отвернулись. После восстановления электричества в семейном общежитии приступят к штукатурным и малярным работам. Одна из серьезных проблем современности – несанкционированные свалки. Так, при проведении контрольно-надзорных мероприятий специалисты Россельхознадзора на территории Чердоклинского района еще в 2013 году обнаружили стихийную свалку. Участок, предназначенный для сельхозработ площадью больше 30 тысяч квадратных метров, был захламлен отходами производства и потребления. Неоднократно в адрес владельца земли направлялись представления о принятии мер по устранению свалки. Поначалу эти документы игнорировались, но после вынужденной оплаты штрафа в размере около 300 тысяч ситуация изменилась. В сентябре 2015 года при повторной проверке данного земельного участка сельскохозназначения установлено, что земельный участок очищен от отходов, твердых бытовых отходов и приведен в соответствие должное. Земельный участок увлечен в сельскохозяйственный оборот. Сейчас этот земельный участок свалку даже не напоминает. Он вспахан и подготовлен под сев яровых культур. Таким образом, требования управления Россельхознадзора по Ульяновской области исполнены. Специалисты регионального Россельхознадзора продолжают контролировать использование земель сельскохозяйственного назначения. В Ульяновске есть школа равных возможностей для всех детей. Самая обычная 42-я в Заволжском районе. Она стала одной из шести уникальных экспериментальных площадок России. Здесь, благодаря инклюзивному образованию, вместе с обычными ребятами обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Как и что получается в результате? Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа. Шум, гам и догонялки. На перемене здесь все как у всех. За небольшим исключением. В рекреации среди обычных школьников гоняет двухколесный транспорт. Данил Старых пришел сюда в прошлом году. Сразу же во второй класс. Мне нравится. Тут хорошие ребята. Тут лучше, чем дома заниматься. Почему? Ну, с ребятами, общение. Есть у тебя здесь друзья? Есть. Мама Даниила буквально светится от счастья. Нам просто повезло, считает она. О проблемах с устройством таких детей в школу она была наслышана. Но, придя сюда по прописке, сразу же получила добро. Для нас купили подъемник, парту специальную. Нас приглашают на все мероприятия. Что нам, пандус еще? Да, Данил? Мы выступаем. Тут у нас концерты даем. На гитаре. И на гитаре играем. Сейчас в классе за специальной партой Данил уже работает по общей программе. Задача педагога заключается как раз в том, чтобы такие дети, приходя сюда, могли преодолеть, компенсировать свои особенности и чувствовать себя на равных со всеми. Подход приходится искать индивидуальный, то есть приходится придумывать задания, то есть приходится с классом работать, чтобы дети тоже, как бы детей таких встречали правильно, что ли, да, то есть учим общаться их друг с другом. Больны не эти дети, а наше общество, которое всеми силами пытается их не замечать. Делится своими мыслями директор Олег Куликов. И приводит в пример нашумевшую историю с сестрой модели Натальей Водяновой. Участвовать в программе по инклюзивному образованию 42-й школе предложили в прошлом году. Согласились, не раздумывая. Это общая такая европейская тенденция. Везде на Западе это уже данным-давно существует. Данным-давно существует. Я часто бываю за границей, это вижу. Там инвалиды все адаптированы в общество. Ну попробуйте, скажем, зайдите где-нибудь в Америку, там какой-нибудь магазин, вы обязательно найдете там инвалидов, сидящего на кассе или еще где-нибудь. Как только поступили федеральные средства, здесь оборудовали все необходимое. Разработали и специальные программы. Сейчас в ходе семинаров им обучают педагогов с других регионов России. Логопедические дефекты, задержки развития, нюансы психики, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Для детей с подобными нарушениями здесь используют максимальное количество методик. Давайте попробуем поплавать. Ну-ка, ложитесь все на животы. На живот ложись, Данил. Представьте, что вы плывете. Ну-ка, загревайте, баба. Так, загревайте, загревайте. Но есть и одно «но». Данилу и другим детям-колясочникам этажи школы помогают преодолеть завхоз. Тогда как по федеральной программе этим должен заниматься так называемый тьютер. С просьбой оформить человека на эту должность и руководство, и родители школы обращались в региональный Минобр неоднократно. Ответа ждут второй год. Елена Гончарова, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Итоговые государственные аттестации и профилактики нарушений в ходе ее проведения посвятили совещание педагогов с губернатором. ГИА, то есть итоговая аттестация, включает единый госэкзамен для 11-ти классников и основной госэкзамен для 9-ти классников. Глава региона Сергей Морозов отметил, область четко исполняет майские указы президента России, а именно повышение качества образования. В 2015 году средний балл по ЕГЭ ульяновских школьников был выше среднероссийского. Повысить качество образования в Ульяновской области. Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех организаторов проведения и проверки работ государственной итоговой аттестации в 2015 году. До половины школьных педагогов так или иначе были задействованы в этой работе. И честно, спасибо огромное. Спасибо всем огромное, потому что абсолютное большинство осуществляли эту очень важную с государственной точки зрения работы без нарушений. Благодаря ответственной и слаженной работе единый экзамен прошел в нашем регионе качественно и честно. Кстати, много лет со стороны федерального руководства никаких претензий к нашему региону по поводу проведения и ЕГЭ, и ОАГЭ не имеется. Министр образования Екатерина Уба начала выступление с анализа самых проблемных для ульяновских школьников дисциплин. Это русский язык и математика. Кстати, главные изменения в содержательной части коснулись в первую очередь этих предметов. Появился допуск к сдаче ЕГЭ по русскому языку в виде сочинения, а математику разделили на базовые и профильные уровни. Первый из первых для нас с вами перспектив – это работа учителями, предметниками русского языка и литературы и вообще работа над развитием устной и письменной речи на любом из предметов. Возвращение к этому правильному определению зрелости нашего выпускника, умению грамотно излагать свои мысли. Деление математики на базовый и профильный уровень, скажем прямо, стало серьезнейшим испытанием и для выпускников, и для педагогов. Значительная часть выпускников не справилась с профильным повышенной сложности уровнем. При этом выбрав базовый, они смогли бы получить высокий балл. Подтянуть школьникам придется иностранный язык, в особенности устный компонент. Предмет станет одним из обязательных для сдачи в 2020 году. Одна из главных задач – также в точности соблюдать требования проведения ЕГЭ и устранять нарушения в ходе его сдачи. Профилактикой таких нарушений в регионе занимается специальная комиссия. Профилактика – это беседы, которые нужно проводить по этому поводу с теми организаторами, которые проводят эти экзамены. Нужно проводить психологические какие-то тренинги для того, чтобы таких нарушений было меньше. В течение года учебного мы эту профилактику проводим не только с участниками экзаменов, но и также с организаторами, которые участвуют в этих экзаменах. Лариса Акимова отметила позитивную динамику. С каждым годом подобных нарушений становится все меньше. По ее словам, это положительно отражается на качестве проверки знаний. Губернатор поставил задачу совершенствовать саму процедуру проведения единого госэкзамена в этом учебном году. А это подразумевает и повышение квалификации учителей, и разработку методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ, и проведение пробных тестирований для проверки готовности учащихся. Впервые за всю историю конного спорта региона ульяновская наездница стала первой на всероссийском турнире. Светлана Остроглазова отвоевала золотую награду в дисциплине «Рысистые бега». Елена Красильникова встретилась с победительницей. Легко, непринужденно, в полшага Светлана Остроглазова разминает свою гордость перед тренировкой. Вместе с лошадью наездница почти три года верный напарник помогает спортсменке готовиться к турнирам. В забегах же Светлане приходится выступать на совершенно незнакомых лошадях. Таковы правила «Рысистых бегов». Все решает случай жеребьевка. Чтобы познакомиться и подружиться с животным, буквально час. Не все из них оказываются покладистыми. Надо, чтобы лошадь к себе привыкла. Надо искать к ней подход, чтобы она доверила, чтобы она тебе доверяла, чтобы найти контакт с ней. Два забега по 1600 метров две разные лошади. И лучшее время в итоге. На всероссийских соревнованиях по кунному спорту в бегах в Москве Светлана Остроглазова становится лучшей. Лучшим становится ее достижение для всей Ульяновской области. Вообще самые сильные дети, когда готовят, естественно, Москва. Традиционно выиграла Москва. Очень редко, когда выигрывают с периферии ребята. Очень редко, потому что дальше надо ехать в Европу. Не хватает часто опыта, не хватает финансовой составляющей. Обычно очень редко это бывает. Но думаю, что Светлана у нас за год подготовится. Сейчас она заработала квалификацию на Европу. Поедет она в Европу в следующую осень. Ежедневные многочасовые тренировки, чтобы покорить Европу и опередить традиционных фаворитов соревнований. Французов Светлане Остроглазовой. И гордости потребуется тренироваться еще интенсивнее. И мобилизовать все силы. Я считаю, если с лошадью один раз уже поимел дело, это всегда, ну навсегда, в принципе. Они свои, как родные уже. Елена Красильникова, Александр Абрамов. Вести Ульяновск. И это были все новости к этому часу. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Ульяновская область только стремится перевести стрелки. А у нас уже новое время. Актуальное интервью. Возможность в прямом эфире задать вопрос губернатору и главе города. Смотрите программу «Первые лица» каждую субботу на канале «Россия-1». Теперь в 8 часов 20 минут. Начните день с важной информации. Сейчас в Ульяновске 2 градуса тепла. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%. Ветер северный 11 метров в секунду. Относительная влажность 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 в